Чем выше зарплата, тем больше пенсия. С 1 августа отделение Социального фонда России по Карачао-Черкесии повышает страховые пенсии жителей региона, которые работали в 2023 году. Управляющий отделением Социального фонда России по Карачао-Черкесии Аслан Озов подчеркнул, что корректировка коснулась всех получателей пенсий по старости и инвалидности. Выплаты также были увеличены тем, кому они назначены по потере кормильца. В Карачао-Черкесской республике автоматически пересчитаны пенсии более 25 тысяч работающих пенсионеров. Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсии, отделение проводит автоматически. Поэтому не нужно никуда обращаться к пенсионерам, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги с перерасчетом будут перечислены пенсионерам Карачао-Черкесской республики в августе по стандартному графику. Кроме того, представители Социального фонда региона напомнили о порядке получения единого пособия на детей. Напомним, что это весьма существенная мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. В первом полугодии 2024 года в Карачао-Черкесии выплаты получили 55 тысяч родителей и детей, которым не исполнилось 17 лет. В большинстве случаев пособие назначалось семьям Карачао-Черкесии, которые ранее уже получали эти выплаты, а затем обратились за их продлением. С июня пособие оформляется с применением правил по учету доходов родителей и детей, то есть обновленные правила вступили в силу. Напомним, что согласно действующим правилам единое пособие устанавливается на 12 месяцев. По прошествии этого времени родители могут подать новое заявление в отделение социального фонда России по Карачао-Черкесской республике, чтобы продлить получение указанных средств. Сделать можно за месяц до того, как закончится период выплаты. Кстати, основная масса родителей при подаче заявки на выплату воспользовалась госуслугами и получили одобрение лишь по одному заявлению без предоставления документов. Все справки для комплексной оценки доходов имущества семьи отделения соцфонда запрашивает самостоятельно. Специалисты фонда самостоятельно запрашивают все необходимые документы через систему межведомственного взаимодействия от своих партнеров, которые предоставляют сведения об имуществе, о доходах семьи и проводят комплексную оценку и определяют право семьи на указанный вид пособия. Базовая выплата составляет половину прожиточного минимума на каждого ребёнка. В Карачао-Черкесе она чуть больше 7 тысяч рублей. Если с учётом такой суммы доход на одного человека в семье меньше усреднённого прожиточного минимума, размер выплаты увеличивается до 75% и составляет более 10 тысяч рублей. Если доход при этом по-прежнему меньше среднего прожиточного минимума, пособие устанавливается в максимальном размере – 14 182 рублей.